Всем привет, друзья! Сегодня у нас новая подборочка самых интересных вещей с сайта Алиэкспресс. Дай лайк и пиши, какая вещь тебе понравилась больше всего. Ну и досмотревших видео до конца, как обычно ждёт конкурс на прикольный смартфон. Погнали! Любителям с ветерком прокатиться по городским джунглям неплохо подойдёт эта внедорожная версия длинного скейтборда. На ровной поверхности этот лонгборд равен любому традиционному борду. Но вот когда поверхность дороги становится хоть немного более жёсткой, в дело вступает уникальное восьмиколёсное шасси, которое отрабатывает не только мелкие неровности и бугры, но также и длинные лестничные пролёты. Весит такая доска всего 4 кило, а специально для переноски на корпусе гаджета выполнена удобная ручка. Инновационное современное операторское оборудование – экзоскелет с поддержкой 4-х осевой стабилизации для максимально плавной съёмки в движении. Жилет обеспечивает мощную поддержку благодаря использованию классических двухпружинных пантографов и шарнирных соединений, которые делают систему более гибкой и позволяют осуществлять наклоны и подъёмы стедикама вниз и вверх. Также на борт можно установить монитор, видеосендер, свет и прочую технику, которая в свою очередь может питаться от нижней IDX-площадки для аккумуляторов. А это уникальная тренировочная открывалка-бабочка, благодаря которой можно не только использовать её в качестве безопасных тренировок флиппинга, но также и достаточно эффектненько открывать любимые бутылки с напитками. Конструктивная особенность заключается в полностью отсутствующих опасных частях, благодаря чему устройство можно вертеть, кидать и делать им разные трюки, не опасаясь за свои части тела. Это кокан – новый вид подвесного гнезда для людей, в котором можно ловить балдёж прямо на свежем воздухе. Штучка представляет собой некое подобие гамака, смешанного с палаткой, креслокачалкой и подвесным садовым сидением. Что характерно, изготовлено изделие из аналогичных материалов, которые используются при пошиве парусов и палатах для кемпинга. Поэтому такое гнездо не только не пропускает воду и ультрафиолетовые лучи, но также и не притягивает плесень. Биометрическая дверная ручка, требующая вместо ключа всего лишь собственный палец любого доверенного лица. Устройство может запомнить до одной сотни отпечатков, что равняется приблизительно 50 людям, если записывать по два пальца с каждого индивида. Работает ручка от встроенного аккумулятора, в случае полной разрядки которого на ручке предусмотрен порт для его аварийной зарядки. Всем известно, что стандартная цепочка на дверь только лишь визуально защищает её от открытия и не обеспечивает должной и надёжной защиты. Гораздо эффективнее подобная штука – это альтернативная версия дверного замка-блокиратора, которая инсталируется в дверной косяк сбоку. А для того, чтобы разблокировать дверь, здесь достаточно взяться за блокиратор обеими пальцами и откинуть ответную планку в сторону косяка. Чего только не придумают современные производители для всяких интересных приспособлений. Вот, например, тележка для гироскутера, он же Hovercraft, превращающий стандартный гироскутер в некое подобие электромашинки, в которую можно сесть и управлять ей своими руками. Для увеличения маневренности на тележке установлено специальное поворотное колесо, в то время как само управление ей осуществляется с помощью ручек, которые рычагами давят на датчики давления, что позволяет поворачивать коляску в нужную сторону. Новый вид персонального замка для шкафчиков и выдвижных ящиков, запирание и отпирание в котором происходит в результате считывания бесконтактной карты или ключа. Особенность гаджета также заключается в том, что здесь не требуется сверлить никакие отверстия. Оба исполнительных элемента прикручиваются к изнаночной стороне емкости, в то время как управляющий сигнал вполне себе пробивается через дверцу. Простой и полезный инструмент для работы с различными пластиками, позволяющий делать не только ровные резы, но также и просто проводить различный ремонт. Для этого в комплекте с прибором прилагается несколько различных насадок и щёточка для их последующей очистки. Работает гаджет от обычной сети, при подключении к которой максимальная температура лезвия достигает около 600 градусов, при этом рабочая температура может регулироваться крутилкой сбоку устройства. А это супер дизайнерский плакат, где под особым скретч-слоем, как в лотерейках, скрывается сотня самых годных фильмов столетия. Не знаете, что лучше посмотреть сегодня? Берём монетку и стираем один случайный квадратик, в результате чего пакетлист самостоятельно делает выбор. На выбор в одном постере доступны разные категории фильмов, нужно всего лишь удачно отцарапать золотистое напыление. Надевание носков – простая задача, которая при некоторых обстоятельствах может превратиться в проблему. Поэтому для всех, кто по тем или иным причинам испытывает трудности во время натяжки носков, наверняка будет полезен сей девайс. Данная штука избавляет владельца от необходимости нагибаться к ноге, так что, чтобы заполучить готовую ногу в носке, здесь достаточно натянуть носок на устройство и приземлить гаджет на пол с помощью рукоятки, после чего можно с удобством сувать ногу внутрь. А это одна из самых необычных и уникальных футболок, позволяющая просматривать внутреннее строение тела с помощью VR-технологий. Весь фокус заключается в большом QR-коде, который нанесён спереди на футболку. Приложение для смартфона считывает код через камеру, а затем проецирует на него виртуальную реальность. Таким образом выглядит всё, как будто сам смартфон сканирует человека насквозь и показывает его внутреннее строение во всех деталях, причём внутренние органы можно приближать, рассматривать и попутно изучать, как всё это работает. Кстати, приложение полностью переведено на русский язык, есть и субтитры, и озвучка, так что не придётся разбираться со сложными терминами. Привлекательная плюшевая рыбёха с кошачьей мятой, которую нельзя приготовить, но зато можно запускать ей в кота, который вечно просит с ним поиграть. В зависимости от аппетитов потенциального владельца, доступны рыбы разных форм и размеров. Однако всех их объединяет то, что они гарантированно понравятся любому когтистому хищнику. Ну если кот, конечно же, не бракованный. Ситуация, когда нужно просить помощника подержать что-нибудь обычными плоскогубцами, зачастую приносит не слишком много удобства. Однако благодаря такой приспособе можно достаточно просто избавиться от всех подобных проблем. Этот инструмент имеет кучу названий, однако основной смысл его заключается в том, что он автоматически удерживает себя в сжатом состоянии, что в свою очередь позволяет избавиться от помощника и одновременно освободить свою руку для более полезного действия. Syncy 3018 Pro – это один из самых доступных фрезерно-гравировальных станков, которому можно поручить рутинную работу по выпиливанию различных отверстий. Для тех, кто не знаком с ЧПУ, но очень хочет познакомиться, будет намного проще начать именно с такого конструктора, чтобы понять вообще, нужно оно или же нет. Рабочая зона этого агрегата уже гораздо больше приближена к размерам стандартного листа А4, благодаря чему можно получать заготовки побольше. Абсолютное большинство камер для видеонаблюдения требует обязательного подведения к ним питающих кабелей, в то время как иногда сделать это довольно проблематично или просто-напросто не очень-то хочется. Как раз как нельзя лучше в таком случае пригодится эта IP-камера от Xiaomi. Особенность данного экземпляра заключается в том, что питание камера получает от аккумуляторной батареи емкостью 5100 мАч, а видеоматериалы могут передаваться в облачное хранилище посредством Wi-Fi-сети. Что касаемо продолжительности работы, по заявлению производителя на одном заряде аккумулятора, устройство должно профункционировать до 3 месяцев. Обучающий комплект различных солнечных роботов, предназначенный для самостоятельной сборки и наглядной демонстрации работы механизмов от солнечной энергии. Из одного комплекта здесь может быть сделано до 6 различных моделей. Вращающаяся вертелка, самолет, солнечная машинка, щенок, лодка и ветряная мельница. Каждая моделька питается от солнечной панельки и может выполнять какое-нибудь действие, в зависимости от своего назначения. Превращение велосипеда в некое подобие мотоцикла по звуку обычной карточкой уже не так эффективно. Гораздо эпичнее будет применить к нему эту выхлопную систему. В отличие от оригинальной банки, этот агрегат совсем не глушит звуки, как раз таки наоборот, добавляет звучности любому педальному агрегату. В наборе для этого прилагается специальный зажим и несколько карточек с разным звучанием, которые и усиливаются прикрепляемой выхлопнушкой. Amphibios Chariot – радиоуправляемый танк Amphibia, который может не только двигаться по воде и суше, но также может доставлять банки с газировкой. После того, как машина переходит в режим на колесах, в корпусе появляются 4 идеальных отверстия, в которые как раз и можно что-нибудь нагрузить. Кроме того, в водном режиме гаджет неплохо пуляет своей водной турелью, что также позволяет дополнительно с кем-нибудь поразвлечься. Порезать овощи красиво без вспомогательных приспособ часто занимает слишком много времени, в связи с чем хочется как-то немного оптимизировать данный процесс. Многократно поможет в этом этот хитрый овощной слайсер, способный превратить практически любой овощ в что-нибудь более интересное. Овощерубка включает в себя 5 различных сменных насадок, которые в зависимости от рисунка меняют выходящую из прибора картину. Как известно, коты часто начинают вылизывать какие-нибудь предметы, когда хотят проявить немного тепла и заботы, в то время как человек любит копировать поведение, в связи с чем желание облизать своего кота в ответ возникает далеко не в единичных случаях. Теперь вот появился уникальный силиконовый язык, предназначенный специально для вылизывания котов без перспективы заполучить полный рот шерсти. Что характерно, как и на живом языке, эта накладка также имеет особые цепляющие пупырки, позволяющие лизать своего кота более продуктивно. А это одна из самых мощных рогаток с резиновой лентой, которая заряжается всем чем угодно и пуляет этим вдаль в выбранном направлении. Как пишут многие обладатели, лупит довольно прилично, особенно если заряжать гаджет мелкими металлическими шарами. Кроме того, гаджет обладает удобной системой замены резинки, для чего нужно просто открутить с каждой стороны по одному болтику. Ставь лайк, если это видео было хоть чуточку интересным, а также оставляй камень для участия в новом конкурсе на прикольный смартфон. Условия, как обычно, поставить лайк и оставить любой комментарий под этим видосом. Итоги конкурса будут в группе ВК, а на этом на сегодня всё. Всем удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok